Предлагаем вашему вниманию клетку для кроликов и морских свинок номер 536 от испанской компании Вольтрега. Данная клетка это хороший вариант для обустройства жилья кроликов и морских свинок в вашем доме. Стенки каркаса скреплены между собой и каркас легко раскладывается и складывается, что позволяет сэкономить место при транспортировке клетки и при ее хранении. В стартовом наборе есть все необходимые аксессуары. Интересным решением является конструкция домика с полочкой. Изначально это фигурная стальная пластина, которую при сборке необходимо согнуть в местах перфорации. Таким образом вы создадите одновременный домик и полочку, в которой имеется отверстие для установки миски. Все пластиковые детали изготовлены из прочного нетоксичного полипропиленового пластика. Каркас клетки покрыт особо прочной бессвинцовой краской. Начнем сборку. И для начала сделаем домик с полочкой. Фигурную металлическую заготовку аккуратно изгибаем в местах перфорации. Для жесткости конструкции язычки, выходящие через пазы, необходимо загнуть. В нашем случае ролик носит ознакомительный характер, и мы этого делать не будем. Готовый домик устанавливаем внутри поддона. В отверстие устанавливаем миску. Раскладываем каркас и закрепляем его стенки пластиковыми уголками. Субтитры создавал DimaTorzok Собранный каркас устанавливаем на поддон и закрепляем большими клипсами. Субтитры создавал DimaTorzok Малые клипсы устанавливаем на фасадной решетке, которая является дверцей клетки. Клипсы выполняют роль замков. Выбираем место и подвешиваем сенник. Закрепляем паилку. Она крепится к стенке клетки при помощи пружины с карабинами. Для большей надежности паилку дополнительно можно закрепить проволокой, которая идет в комплекте. Клетка собрана. Зазор между прутьями Далее приводим характеристики клетки для кроликов и морских свинок номер 536 от испанской компании Вольтрега. Узнать об актуальных ценах, новых поступлениях, подробную информацию о товарах вы можете на нашем сайте zvetshop.ru Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok